Всего около двух с половиной месяцев прошло с того момента, как в спортивном центре Арктика появился новый тренер по плаванию. Однако уже можно констатировать, общий язык с воспитанниками найден и вектор развития водного вида спорта определён. 24 декабря в бассейне прошли соревнования по плаванию. На старт вышли более 80 спортсменов. Каковы итоги года и какие планы на новое полугодие? Узнайте сюжет от Татьяны Журавлёвой. Такого наплыва спортсменов и гостей бассейн «Соцарктика» ещё не видел. Однако ж место нашлось каждому. Организаторы постарались создать все условия для удобного времяпрепровождения. Более 30 заплывов плюс эстафета. Программа чемпионата Ярселя обширна. Шанс проявить себя есть у каждого воспитанника. Открывают программу участники личного первенства города Салихард, который состоялся в начале декабря. Александр Шилопутин, Эвелина Саратетта, Виктория Яшкина, Арина Евдокимова, Александра Гордеева. Это те пловцы, на которых сегодня равняются их товарищи по спортивной группе и малыши. Субтитры создавал DimaTorzok Дистанции на соревнованиях были разные, как и стили плавания. Поставленные задачи, отмечает наставник, дети выполнили. Особенно радует, что явка на итоговые старты оказалась высокой. Два с половиной месяца – не тот срок, чтобы требовать высоких результатов. Так для малышей первоклассников, а они также приняли участие в заплывах, важно было просто выйти на старт и преодолеть дистанцию в 25 метров. Два друга Артема в секции совсем недавно. Но на прошедших соревнованиях проявили себя как настоящие спортсмены, заработав даже не по одной медали. Как тебе удалось всех обогнать? Скажи, пожалуйста, что ты для этого делал? Мне не смогу. Я просто взял цель и плыл. Что ты пожелаешь себе, своему другу, своим другим друзьям, которые плаванием занимаются? Счастья, здоровья, чтобы они выигрывали, первые места зарабатывали, чтобы старались. У детей первый, второй класс, у них по итогам за полугодие они на этих соревнованиях должны проплывать просто с досочкой, вдох-выдох, и на спине стрелочкой. Но так как на большой земле нет такой возможности, как мы занимаемся семь раз в неделю, они у нас плавают семь раз, а на большой земле два раза, мы, конечно, уже поплыли в полной координации. И это довольно-таки быстро, я сама удивляюсь. Просто оглядываясь в Санкт-Петербурге, у нас были соревнования, они плыли с досочками еще. Результаты пловцов растут день за днем, благодаря идеальным условиям, которые есть в нашем Ярселе. Бассейн «Соцарктика» с уверенностью можно назвать идеальным. Тренировочного времени предостаточно. Вот и прошедшие итоговые соревнования показали – спортсмены под неустанным руководством тренера движутся в правильном направлении. Да, я очень довольна. Я довольна тем, что я почему-то думала, что многие в последний момент не придут. Они, потому что на тренировку еще не все так приходят, как бы мне хотелось. Я все время их жду и расстраиваюсь, приду подготовлена, а их нет. Много медалей было вручено по итогам соревнований, однако ж, конечно, не все обладатели наград смогут поехать на отборочные старты в Салихард. Много технических ошибок, отмечает тренер. Основную ставку наставник делает на спортивную группу, на воспитанников 2008 года рождения. На которых я рассчитывала, те меня и порадовали. Ну, я на них уже рассчитывала, потому что в будни тренировки я уже вижу, что кто поплывет, кому-то просто нужно было психологическое. Многие боялись этих соревнований. Мы уже уверенно вышли на ту позицию, которую будем составлять конкуренцию на округе. Что ж, ждем отборочных соревнований в городе Салихард. Каким будет состав команды от Ярселя, пока не может сказать даже тренер. Процесс отбора, нагруженные старты продолжаются. И это значит, что у всех сегодняшних медалистов еще есть шанс попасть в состав. Татьяна Журавлева, Марсель Галиев, Ямальское телевидение, Ярсель.